И мы начинаем. И мы начинаем наш вебинар сегодня по теме «Управляемая регенерация в клинической практике. Различные аспекты. Фундаментальные, гистологические, клинические, рентгенологические, физические, биологические, биохимические, химические и так далее. Очень можно много было добавить аспектов в эту тему, но мы решили определить ее именно так. Для того, чтобы говорить о регенерации, хотелось бы сначала дать понятие того, что это такое, и определить некоторые фундаментальные факты, и вспомнить открытия, лежащие в основе современных представлений о регенерации и современных принципах, на которых и стоит сегодняшняя клиническая практика. Регенерация в переводе с латинского это «Restitucio ad integrum», то есть «воссоединение в общем», или «преобразование в общем», или «повторное объединение в общем». Конечно же, речь идет о том, что восстановление возможно, то есть это обратимые изменения. Хотя на самом деле в клинической практике мы часто встречаемся с тем, что, как кажется первоначально при осмотре пациентов, изменения эти необратимы. В любом случае, опираясь на официальное определение, это полное восстановление формы, функции эпителиальной ткани, соединительной ткани, костной, мягких тканей десны, периодонтальные связки и так далее. Но в том состоянии, в котором находится эта структура, на этапе роста, ее созревания, развития, старения. Поэтому получается, что регенерация это для всех индивидуальная. И это первый принцип, который я хотел бы сегодня озвучить. Начнем мы с повторения этой темы, с восстановления знаний в памяти касаемо хрящевой и костной ткани, а также соединительной ткани. Это элемент хряща, трахеи, цыпленка. Для того, чтобы нам хорошо воспринимать последующую информацию, я по гистологическим препаратам восстановлю часть ваших знаний, которые, возможно, были немножко утрачены, поскольку ежедневно вы с ними не сталкиваетесь. Хрящ всегда имеет достаточно выраженную структуру, которая называется надхрящница или перихондрий. Он лежит обычно кнаружи от структуры хряща. Состоит он из двух структур. Это волокнистый слой надхрящницей и клеточный или ростковый. Внутрь откладываются от клеточного слоя, который представлено веретиновидными сплющенными клетками, клетки хондробластов. Они также сплющены и по мере своего созревания они округляются, увеличиваются в объеме, выделяют вокруг гиалуроновую кислоту и другие компоненты межклеточного вещества, глюкоза, миногликаны, воду, несмотря на то, что она вроде поступает из кровеносных сосудов, но воду тоже они выделяют вокруг себя. И вот аналогичная картинка растущего хряща. Это хрящ слева покоящийся, а это хрящ растущий, о чем нам говорит увеличенная эта зона перихондрия и активно делящиеся пролиферирующие клетки перихондрии именно ростковой зоны. В дальнейшем клетки хряща, отделяясь внутрь, переходят к созреванию активному росту и в дальнейшем также могут делиться путем метоза, образуя гнезда хряща. Окружение клеток для регенерации имеет огромное значение. Костный матрикс сам по себе уже является хранилищем кальция, нельзя об этом забывать. А межклеточное вещество хрящевой ткани, оно делает поверхность хряща, как изображено здесь в случае сустава, идеально гладкой, за счет содержания гиалуроновой кислоты и правильной формы. Оформленная соединительная ткань это та, которая имеет пучки коллагеновых волокон, ориентированных в одном направлении или лежащих параллельно друг к другу. И когда волокна расположены в одной плоскости и в одном направлении, плотность многократно возрастает, несмотря на то, что пространственные между собой пучки коллагеновых волокон или плоскости, они многократно пересекаются. Оформленная соединительная ткань представлена из организованных пучками фиброцитов и расположенных между ними пространственно коллагеновых волокон. Как это изображено в данном случае? Это многократно соединенные между собой пучки коллагеновых волокон. И мы можем наблюдать контакты соединения пучков, которые образуются в процессе их организации по мере созревания хряща. Изначально коллагеновые волокна ориентированы пространственно по-разному, но в процессе созревания или роста хряща, потому что рост хряща ограничен, он останавливается и затем удаляется ростковый слой. Это микропрепарат сухожилия. Сухожилие всегда имеет две поверхности и состоит также из тяжей фибробластов. Вот это организованные клетки, рядами находящиеся в плотном контакте между собой. Это внутри, они окружены со всех сторон межклеточным веществом. Они имеют щель, которая заполнена гиалуроновой кислотой. И на данном препарате представлен, точнее, поперечный срез пучков коллагеновых волокон. То, как они организованы в пространстве. Поэтому можно говорить о том, что это плотная соединительная ткань. Достаточно точно. При созревании фибробласты, это трехмерная модель клетки фибробласта, которая имеет достаточно крупные внутриклеточные структуры. И выделяет во все стороны вокруг коллагеновые волокна. После этого они ориентируются в пространстве. Мы видим более крупные пучки или более мелкие, еще не организованные. Но можно точно сказать, что клетка находится в стадии активного роста и развития. Сухожилия всегда имеют две оболочки, между которыми расположена полость с гиалуроновой кислотой. Именно гиалуроновая кислота делает поверхность сустава идеально гладкой. Поскольку она входит как в состав хрящевой и соединительной ткани. И также находится в составе синавиальной жидкости, составляя основной процент компонентов. Это химическая формула гиалуроновой кислоты. Можно однозначно сказать, что именно за счет вот этой большой пространственной структуры, ориентированной многонаправленно, она и образует то коллоидное состояние, которое имеет синавиальная жидкость. На сегодня химический анализ добился тех высот, что мы можем по пространственной структуре молекулы сказать о том, какие физические свойства будет иметь она, находясь в различных растворителях, в воде или взаимодействуя с ними. Или самостоятельно, если она имеет при атмосферном давлении жидкое состояние. Можно сказать, что здесь уже хрящ созрел. Ну и собственно, да, поскольку это является, это микропрепарат сухожилия, ростковая зона здесь полностью отсутствует. Она переходит в спящее состояние. Полного удаления ростковой зоны все равно не происходит. То, как смотрели авторы исследований в прошлом веке, скажем так, и то, что на сегодня мы можем сказать. Конечно же, вот эти отдельные клетки находятся в спящем состоянии, но уже к активному росту не переходят. Потому что не существует факторов, которые возбуждали бы над хрящницей повторно, даже при ее пересаживании. Можно сказать, что вот эта соединенная ткань уже зрелая. Судя по тому, как расположены клетки, они все практически округлые. И где-то произошел интерстициальный рост и образование гнездовых форм. Еще один микропрепарат хрящевой ткани. Мы видим здесь, кнаружи откладываются фибробласты, которые затем превращаются в фиброциты. Ростковая зона активно делящаяся. Она составляет порядка 4-7 клеток в норме. Здесь мы видим еще более бурно делящийся хрящ, который откладывается внутрь с обеих сторон. Волокнистые слои мы наблюдаем здесь и здесь. И активно делящиеся клетки мезонхимальные, отделяющие внутрь хондробласты, затем превращающиеся в хондроциты и формирующие гнезда, целые конгломераты клеток хрящевой ткани. И здесь также можем наблюдать, как из сплющенных клеток у нас в дальнейшем образуются вниз достаточно округлые клетки, выделяющие большое количество межклеточного вещества и затем формирующие гнездовые структуры. Мы достаточно подробно пока останавливаемся на этом, для того, чтобы потом, когда мы будем говорить о планировании, об успехах и достижениях в этой области, нам было все понятно и по гистологическим препаратам мы видели те структуры, о которых пойдет речь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!